На сцене актового зала с тем газеты, которые ученики разных классов подготовили ко дню рождения школы. Главная тематика – космос. А как иначе? День рождения школы приходится на День космонавтики. Зрители занимают места в актовом зале и представление начинается. Именно сегодня, в этот знаменательный день, 12 апреля, наша школа распахнула свои двери. В основу идеи концерта лег довольно необычный образ. Школа – это тоже своеобразный космический корабль, который несет участников по вселенной знаний. И каждый номер – это определенная звезда со своим мотивом и своим настроением. Обычно мы в эти дни проводим какие-нибудь космические игры или еще что-то. А так как совпало вместе с Днем рождения, ну, соответственно, и было принято решение, что это у нас полет космический. Так как на самом деле школа – это вообще, то есть, тоже своя такая вселенная, своя такая планета детства. На подготовку концерта ушло около месяца. Репетировали даже в каникулы. Особо радостно зрители приняли номер, который подготовили учителя. Надо сказать, что коллектив Лопатинской школы состоит из 67 высококлассных специалистов. Мы люди творческие, потому что учитель – это профессия творческая. Поэтому идеи приходят, они постоянно разные. Но задумка такая. Мы хотели своей сценкой показать, как выглядела бы школа и учителя в первобытном обществе. Два года назад открылась Лопатинская школа. Отпраздновать день рождения в прошлом году не получилось из-за режима самоизоляции. Несмотря на разные сложности, школе удалось проделать немалый путь и осуществить серьезные проекты. Наверное, большим таким вот событием, которое случилось в этом году учебном, это стало открытие IT-куба, потому что это было очень большое дело, это был очень большой труд нашего коллектива. И действительно, это большая наша победа. Тем более, мы были все-таки очень молодыми. Нам еще не было года, когда мы начали этот проект. И, как уже сегодня было сказано, я очень горжусь открытием создания Магагаринского отряда. Мы действительно стали первыми в нашей стране. А еще десятки победителей в различных конкурсах и олимпиадах. И постоянный рост. Причем не только профессиональный. Если в начале года в учреждении училось чуть меньше тысячи детей, то к концу уже 1370. С днем рождения, школа! Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.